Драфт энбоа – одно из самых интересных мероприятий лиги, не связанное с самой игрой в баскетбол. Именно тут решаются судьбы целых франшиз, отбираются молодые таланты, которым суждено стать звездами. Однако далеко не факт, что тот или иной баскетболист оправдает ожидания, которые накладываются на него посредством высокого выбора на этом самом драфте. Только мизерный процент проспектов в конечном счете становится суперзвездами и легендами. Остальные со временем уходят из лиги и отправляются в пучину неизвестности. К чему все эти пафосные фразы? Все это подводка к старту нового формата на моем канале. Всем привет, дорогие любители баскетбола! С вами, как всегда, Павел, вы на канале Оранжевый Мяч, и сегодня я подготовил для вас пилотный выпуск разборов драфтов энбоа. Стартанем мы с легендарного события 1984 года. Какие ребята пришли в лигу в тот год? Кто покорил энбоа, а для кого попадание в ассоциацию так и осталось главным достижением по карьере баскетболиста? Будем разбираться. От вас я попрошу, как всегда, лишь лайк и подписку на мой канал. Этим вы здорово помогаете мне и моему проекту развиваться на территории ютуба. Давайте попробуем пробить 2000 больших пальцев вверх. Небольшая, но очень полезная реклама. И будем начинать. Уверен, что многие из вас, как и я, любят поиграть в баскет в хорошей компании. Но не всегда мы имеем возможность найти достойную площадку или собрать народ. Тут-то нам и приходит на помощь приложение Go Sport. Интуитивно понятный сервис, который позволяет вам найти площадки на любой вкус в вашем городе, организовать там целый турнир или же поискать себе друзей для игры. Помимо этого, можно добавить площадку своего двора. И это, как по мне, самая важная фича данного приложения. Прибавьте сюда большой вариант фильтров, возможность посмотреть фотографии той или иной площадки, создание совместных тренировок, возможность следить за новостями того или иного корта, ну и, конечно же, заводить новых друзей, что самое главное. К слову, для этого ребята добавили специальную функцию для приглашения друзей на события, а также для того, чтобы просматривать результаты завершенных мероприятий. Крайне интересной является и система баллов, которые вы получаете за различные действия в приложении. Например, добавление площадок в свой список. Эти баллы можно будет обменять на различные товары баскетбольной экипировки. Go Sport работает в 8 странах мира, поэтому переходите по ссылке, загружайте и играйте в баскет. Итак, драфт НБА 1984 года. Он стал 38-м ежегодным событием Национальной баскетбольной ассоциации и проходил в Нью-Йорке на знаменитой арене Мэдисон-Сквер-Гарден. 23 команды лиги выбирали лучших молодых игроков колледжей, а также баскетболистов из других стран, имеющих специальное право для участия. Началось все, конечно же, с жеребьевки, победителем которой стала команда Хьюстон Рокетс. За ними второе право выбора ушло Портленду, которые своевременно выменили его у Индианы. Третьими же выбирать должны были Быки из Чикаго. Прежде чем приступить к разбору самого драфта, хочется отметить, что большинство специалистов даже сейчас сходятся во мнении. Именно событие 1984 года внесло самые существенные изменения в философию баскетбола и развитие спорта в целом. Ни для кого не секрет, что главными молодыми звездами, претендующими на первый выбор того драфта, были потрясающий Хаким Аладжион, тогда еще Аким из Хьюстонского университета, и атакующий защитник, чемпион NCAA из Университета Северной Каролины Майкл Джордан. Его воздушество очень хотели увидеть именно в Чикаго. Однако выбор у команды из города Ветров был только третьим, значит шансов на это было крайне мало. Все зависело от обменного потенциала Портланда и их шансов на заполучение первого пика. Но техасская команда напрочь оказалась от затеи потерять, возможно, лучшего игрока следующих лет. Да, у Рокетс уже был Ральф Сэмсон, но они не могли поступить иначе. Каким Аладжион стал настоящим прорывом в баскетболе колледжей США на пару с Клайдом Дрекслером, он рвал и метал за университет того же города. Когда стало ясно, что первый пик окажется у Хьюстона, руководство не могло поступить иначе. Они не могли взять Майкла, не имели морального права. Любимец фанатов, лояльный баскетболист, приехавший из Африки и вернувший местным фанатам любовь к баскетболу. Фронт-офис команды высказывался на эту тему так. Если бы мы выбрали кого-то другого, а не Хакима, то могли бы не возвращаться в клубный офис. Его бы уже не было, население с горя разнесло бы его, а потом спалило. Или поступило бы в обратной последовательности, что нас тоже не особо бы обрадовало. Собственно, именно Хаким и стал главным новичком, первым номером и лицом того драфта. Как впоследствии сложилась его карьера, мы все прекрасно помним. Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации. Настоящая легенда Рокетс. Обладатель множества индивидуальных наград. Многократный участник матчей всех звезд. И на мой скромный взгляд, самый совершенный центровой в истории. До прихода в лигу Николы Йокича. Только вот Хаким еще и защищался на уровне легенды. Поэтому жалеть о том выборе в Хьюстоне никто не имеет морального права. Даже с учетом того, что позже в лигу ворвется и его воздушество. Но нет, не под вторым пиком. И это самое забавное. Что же там все-таки случилось? Помните, я говорил вам о мечтах быков и их надеждах на то, что сделка между Портландом и Хьюстоном не состоится? Дело все в том, что если бы Рип-Сити выбрали Алла Джиона под первым номером, у техасской команды не было бы другого выбора, кроме как забрать в свои ряды именно Майкла Джордана. Потому что Сэмсон у них уже был. А значит нужды в еще одном большом игроке не было. Но сделка не состоялась. А в руководстве Портланда считали, что они отчаянно нуждаются в большом парне, центровом. Который дополнит состав Джимом Пэксоном и Клайдом Дрэкслером. Они пытались выменить не только первый выбор, но и Ральфа Сэмсона. При этом были готовы отдать не только лишь второй пик, но и Клайда Дрэкслера. Только представьте, если бы Рокетс реально отдали Сэмсона на потенциальный выбор Джордана и Дрэкслера на сдачу. Трио Алла Джион, Джордан и Дрэкслер расшатали бы лигу в пух и прах. Но Рокетс и тут отказались. В итоге Портланд решил забрать Сэма Боуи. Безумно талантливого паренька из университета Кентукки. Проблема была лишь в том, что молодой человек был подвержен травмам. Но плюсов было куда больше. Бросающий мобильный центровой, схожий по манере игры с Дирком Новицки. Это для того, чтобы вам было легче понимать. Большой с ростом 2.16, стреляющий со всех дистанций и неплохо подбирающий при этом. Выглядел для Трейл Блейзер с последним элементом чемпионской головоломки. Что же из этого получилось, наверное многие знают. Даже без моих рассказов. Удачный дебютный сезон, серия неприятных повреждений и открытый перелом голени в третьем чемпионате. На этом по сути все. Сам Боуи по окончании карьеры выскажется о своем высоком выборе так. Был период в моей жизни, когда многие понимали, что я достоин столь высокого выбора. Но я не могу изменить того, что произошло и считаю, что мне не за что извиняться перед сообществом. Три года без плей-офф для Чикаго были крайне разочаровывающим испытанием. Клуб находился в ужасном состоянии и нуждался в системообразующем игроке. Когда стало ясно, что Портленд не получит свой первый пик, так собственно и вышло. Они хотели брать именно Джордана и получив его сияли от радости. Вряд ли кто-то предполагал, какое на самом деле счастье свалилось им на головы. Ведь в полной мере осознать это все предстояло лишь через 15 лет. А тогда быки просто радовались своей удаче. Про Джордана я столько рассказывал на своем канале, что не уверен уместно ли будет перечислять итоги его карьеры здесь. Думаю, что 6 титулов и 6 мвп финалов, а также статус признанного большинством ГОТа, обо всем говорит. По факту, первая тройка драфта оказалась очень даже ничего. Если бы не травма Боуэй, то и он мог бы вырасти в игрока около звездного уровня. Ну камон, даже Алладжуона и Джордана хватит, чтобы выставить такое трио на турнире 3 на 3 и забирать всевозможные медали. Это я конечно воображаю, но все же, поговорить мне хочется и о других ребятах. Других будущих легендах лиги, которые прославили этот драфт ничуть не меньше первых двух. 135 килограмм на 194 сантиметрах выглядели забавно сами по себе. Когда все это поднималось в воздух, за каждым подбором публика была в восторге. Баркли тяжело было воспринимать всерьез, невысокие с невероятным лишним весом и комичным видом. Чарльза называли жердяем в прямом смысле слова, но его тренер защищал парня. Этот жердяй порхает, словно ветер, и он надерет зад любому вашему прохиндею. С того момента прошло уже почти 40 лет, а словами тренера до сих пор можно описать всю карьеру Чарльза Баркли. Безусловный талант, временами доминирующий тяжелый форвард, который добился невероятно высокого индивидуального уровня игры. Запомнился фанатом одним из лучших форвардов в истории баскетбола, но так и не взявшим заветные перстни. Думаю, никто из вас не будет возражать, что сэр Чарльз заслужил свой статус легенды НВА. А перстень далеко не всегда показывает, насколько ты крутой игрок. Самое главное – это наследие. Никто из специалистов того времени даже не смел заикаться о том, что Джона Стоктона ждет великое будущее в НВА. Маленький игрок без стабильного среднего и дальнего броска, без особых скоростных данных, слабо прыгающий, играющий только в домашней обстановке своего родного города и, похоже, не готовый к переходу на новый уровень. Так говорили о Стоктоне перед драфтом, так его оценивали. Почти 4 десятилетия спустя мы видим картину иначе, мягко говоря. Джон Стоктон был особенным баскетболистом. Он не выигрывал звание чемпиона, не становился МВП регулярки или финальной серии, но вносил в игру то, что должен был игрок его позиции. Каждый год карьеры этого парня не заканчивался для Юты последним 82-м матчем регулярки, ведь они всегда шагали в плей-офф с разными ожиданиями и возможностями, но всегда с гордо поднятой головой. Стоктон был гениальным плеймейкером, лучшим созидателем своего времени, оплотом стабильности и человеком, умеющим грамотно вести игру. Его физические ограничения отошли на второй план тогда, когда он разлился по площадке всей глубиной своего необъятного таланта. Все забыли о том, что он слабенько прыгает, совсем не стремительно бегает и имеет определенные проблемы с броском. Девять долгих лет он лидировал в лиге по количеству результативных передач. Титул Стоктону завоевать так и не удалось, но его легендарный статус не поддается никакому сомнению. Он сделал реально все, что только мог, но убийственный Майк и его Чикаго не давали дышать никому в той лиге. Даже этих пяти человек, из которых четверо являются членами зала славы, хватит, чтобы понять, насколько тот драфт был легендарным. Однако это далеко не все. Ведь когда мы смотрим баскетбол, мы фанатеем не только от самых лучших. Мы фанатеем от ярких вспышек, которые сверкают настолько же ярко, насколько быстро и затухают. Мы фанатеем от трудяк, от просто классных игроков. И таких парней, баскетболистов уровня матча всех звезд, тут было немало. Один из самых проворных малышей в истории. Человек, отметившийся за пределами площадки массой скандалов. Тут тебе и сексуальные домогательства, попытка изнасилования, растление малолетних. Несколько сроков в итоге в тюрьме по различным обвинениям. Тем не менее, если отвлечься от этого грязного дела, Эллен Робинсон все равно останется в истории значимым защитником своего времени. Юркий оборонительный игрок, нацеленный на перехват. Четырежды избиравшийся на матч всех звезд и считавшийся лучшим маленьким в истории с Перс до приезда туда. Тони Паркера. Возможно, из него выросло бы что-то более солидное, если бы не отсутствие трехочкового броска и тяжелейший характер. Еще один пример не самого талантливого, но очень работоспособного и физически развитого баскетболиста. Тяжелый форвард, ставший неотъемлемой частью чемпионской команды из Хьюстона в 94-м. Отис Торп. Атлетичный игрок, способный выполнять громадный объем черновой работы, умеющий действовать лицом и спиной к кольцу и очень схожий с Элджионом в плане техники. Штампуя дабл-дабл и выцарапывая подбор за подбором, он завоевывал статус одного из лучших форвардов своего времени. Кевин Уиллис стал прекрасным выбором для Атланты Хоук в стекле, атлетичный, агрессивный и по-спортивному злой. Он прекрасно влился в состав к Доку Риверсу, Доминику Уилкинсу и Спаду Уэбу. Да и достижения Уиллиса по итогу карьеры о многом говорят. Тут тебе и выступление в составе 8 разных команд и статус одного из 15 игроков в истории, имеющих 16 тысяч очков и 11 тысяч подборов. И чемпионский титул в Сан-Антонио, и 21 год в сильнейшей лиге мира. Как итог, он был с Атлантой во время ее попыток прорваться сквозь Восточную конференцию. И он вернулся туда спустя два десятилетия с момента драфта. Ну конечно, как это часто бывает, без совсем неудачных выборов тут тоже не обошлось. Собственно, второй пик, о котором я уже более чем рассказал в начале видео. Помимо Боуэ, это конечно же шестой пик драфта Мелвин Терпин из университета Кентукки. Его называли настоящим недоразумением, которое, несмотря на отличную карьеру в колледже, умудрилось полностью завалить собственные выступления в НБА из-за проблем с лишним весом, которые ухудшались с каждым годом. Он не придерживался режима, в результате чего болельщики Юты получили фантастический дуэт Мейлмен и Миллмен. Он рано закончил карьеру, работал охранником и застрелился в конце десятых годов. Ни одно информагентство тогда не заинтересовалось причинами и не уделило этому внимания. Это говорит о роли личности Терпина в истории. Или же великий восьмой выбор Ланкастера Гордона, который за всю жизнь сыграл лишь шесть матчей в стартовом составе НБА. Но это клиперс, здесь не может быть никаких объяснений, просто данность. Сюда можно приписать и четвертый пик, выбор Сэма Перкинса. Но этот баскетболист провел долгую и насыщенную карьеру, пусть и не становился участником матча всех звезд. Он сыграл во множестве финалов, пусть так ни разу и не стал чемпионом. Крепкий середняк, который провел в НБА более 1200 игр. Провал ли это? Ну с учетом того, что после него выбирали Баркли и Стоктона, наверное да. С учетом более широкого взгляда на вещи, я в этом не уверен. Тот драфт был также известен своими спортивными перлами. Так, например, интересной получилась судьба выбранного под 131 номером драфта в шестом раунде Оскара Шмидта. Бразильский игрок отклонил предложение играть в НБА и остался в Италии. Он сыграл на пяти олимпийских играх, трех из которых становился лучшим бомбардиром. Закончил карьеру, имея на своем статистическом счету около 50 тысяч очков. Набранные за годы игры в разных командах, а также во время выступления за свою сборную. В 2010 году Международная федерация баскетбола ФИБА почтила Шмидта введением в зал славы. А в 2013 легендарный игрок был введен в зал славы уже имени Нейсмита. Такая вот история. Другим приколом можно отметить факт выбора олимпийского чемпиона, легкоатлета из Хьюстонского университета Карла Льюиса, который никогда не играл в баскетбол. Он был задрафтован в Чикаго Буз под 208 пиком. К слову, этого парня задрафтовали и в НФЛ, но сам Карл отказался от командных видов спорта, чтобы продолжить расти как легкоатлет масштаба олимпийских турниров. Едем дальше, а это еще не все. В пятом раунде Портленд Трейлблейзер задрафтовали Майка Уитмарша, который выступал за университет Сан-Диего как в баскетболе, так и в волейболе под 111 номером. Уитмарш три года играл в профессиональный баскетбол в Германии, но никогда не выступал в НБА. Затем он вообще оставил баскет, чтобы играть в пляжный волейбол, где добился большого успеха, включая серебряную медаль олимпийских игр. Еще один интересный момент. Этот драфт станет последним в НБА, на котором не будет ни одного незадрафтованного игрока, попавшего в лигу. Начиная с 1985 года в НБА ежегодно попадало несколько баскетболистов, не прошедших основной отбор. Причем их становилось все больше после того, как лига сократила количество раундов драфта с 10 до нынешних двух. Как вы понимаете, драфт 1984 года – это настоящая классика подобных мероприятий в лиге. По меньшей мере, четыре члена зала славы. Майкл Джордан, Хаким Алладживон, Чарльз Баркли и Джон Стоктон. Три участника Олимпиады 92-го в составе легендарный Dream Team, участники матчей всех звезд, члены символических сборных. Джордан до сих пор считается многими гоотом этой игры, а Алладживон – один из лучших, если не лучший центр в истории. Рекорд Стоктона по количеству результативных передач и перехватов вряд ли будет побит в обозримом будущем. А чуть менее выразительно смотрящийся в этом списке легендарный форвард Чарльз Баркли не стал чемпионом, но при этом запомнился нам по своим выступлениям и феноменальным перформансам. Мы помним его титул MVP и финал против Джордана. Даже мне, человеку из куда более современной эпохи, этот драфт кажется одним из самых интересных. Возможно не самым лучшим, но в топ-3 он точно входит. А дальше уже на вкус и цвет. Оставляйте свое мнение на этот счет в комментариях, будет очень интересно почитать. На этом в общем-то все. Не знаю насколько вам зайдет пилотный выпуск нового формата, но искренне верю в вас и вашу поддержку. Подписывайтесь на наши социальные сети, ссылки на которые как всегда в описании. А на телегу можете перейти по QR-коду на экране. Услышимся в новых видео на моем канале. Любите баскетбол, друзья, всего вам самого доброго. Ни в коем случае не болейте и до связи.